Несколько слов предуведомления, чтобы вы не запутались во всех этих Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Берон, линия Нарышкиных, линия Белославских, но что нам делать? Поэтому я хочу, чтобы была ясность. Царь Алексей Михайлович Романов, второй царь из династии Романовых, женился дважды. Одна жена – это была боярыня Милославская. От этой первой жены был потом царь Фёдор, который будет ему наследствовать, потом должен был быть царь Иван, но царь Иван был немножечко идиот, поэтому всё-таки он сядет на трон, но чисто номинально, потому что вторым браком была Нарышкина, и вот эта Нарышкина и родила нам наше счастье, нашего величайшего из императоров Петра. И состоялась, как вы помните, невероятная борьба после смерти нашего Алексея Михайловича между этими двумя линиями. И в конце царевна Софья – это была линия Милославских, и в конце концов подросший Пётр победил. Царевну Софью благополучно заточили в монастырь, и он сидел на троне вначале, пока царица Софья была регеншей. Он сидел вдвоём, там было невиданное украшение, двойной трон. С одной стороны сидел огромный Пётр, который рос не по дням, а по часам, как положено в русских сказках, а с другой стороны сидел вот этот немножко идиот, вечно улыбавшийся Иван. Он тоже был царь. И впоследствии, вы помните, что наш Пётр сженился, ну, это страшно сказать, на бывшей кухарке пастора Глюка, которую сделал императрицей. И от неё осталось, в общем, количество детей, которых она родила, я не буду вас пугать, их было очень долго. Почти все умерли, но две девочки, красавицы, невероятные красавицы, Анна и Елизавета были живы, они остались. И вот после смерти Петра, вы помните, императрицей, первой русской императрицей, стала вчерашняя кухарка пастора Глюка, не очень грамотная, а попросту неграмотная, Екатерина I. Но вы помните также, что оставшись одна без этого колосса, к сожалению, она быстро начала гаснуть, просто гаснуть. Правда, это угасание сопровождалось, ну, я не скажу оргиями, но большим количеством выпивки во дворце, и, как говорили злые, ну, конечно, эти иноземцы, что это можно было сравнить даже с государственным бюджетом траты на выпивку шутов и всего того весёлого, что там происходило. Умерла она достаточно быстро и завещала, если вы помните, она хотела завещать и имела право, право по закону, который принял Пётр, это был удивительнейший закон, и, оказывается, никакого закона по этому закону не было. Царь, умирая, мог оставить это уже необъятное царство тому, кому он хочет. То есть это было уже какое-то не царство, а какое-то поместье, какая-то вотчина. И он кому хочет, того и оставлял. Пётр, к сожалению, так вот эти прикащивые уста его оказались сомкнуты, потому что умирал он в дикой боли. И что он шептал, и что он пытался написать, никто не помнил, никто не видел и разобрать не мог. Поэтому наш Пётр ушёл, и, как бывает после смерти, наш бывший продавец пирогов Меньшиков, ныне светлейший князь, фельдмаршал, будет и генералиссимусом, ну, то есть человек всё, он сумел посадить на трон вот эту неграмотную до сих пор вчерашнюю кухарку. Сам он тоже был неграмотный, поэтому, ну, это было такое пиршество демократии, когда вчерашняя кухарка и вчерашний продавец пирогов правили необъятной страной, где ещё недавно драли бороды в борьбе за знатность, кто где сидит, называлось местничество, не так давно отменённое. И когда Екатерина умирала, все знали, и она этого хотела завещать двум дочерям, одной из них, у ней было два кандидата, Анна, которая ещё успеет родить, родить, правда, замужем она была уже за галштинским принцем, и тот, кого она родила, ну, он был относительный, Романов, потому что по мужской линии его надо было называть Гаторб Гольштейн Романов. Вот это прелестное существо, ею рождённое, которого, конечно, назвали Пётр тоже. Но Меньшиков, как вы помните, заставил, просто заставил её отдать корону сыну удавленного наследника Алексея, которого, как вы помните, практически удавили, и он оказался единственным вот в мужском роде, но все были изумлены, как отдать корону тому? Ну, он же будет расти, он вырастет и узнает, что вот этот самый замечательный Меньшиков, ну, был один из первых, который призывал и много способствовал гибели его отца, но это произошло, и только когда прочли завещание, о котором мы сейчас обязательно расскажем, Екатерины, первой, уже в этот момент покойной, всё стало понятно. Там был пункт о том, что вот этот самый тогда 11-летний, по-моему, Пётр обязан был жениться на 16-летней или 14-летней дочери Меньшикова. То есть, таким путём Меньшиков решил породниться с царской фамилией. Вы помните, каким печальным будет этот конец, когда вот этот злой мальчик одним рощерком пера уничтожит его карьеру. Но после смерти мальчика, по завещанию, это очень важно, там было сказано, что если мальчик, не дай бог, умрёт без наследника, то престол принадлежит одной из двух дочерей, или Елизавете, красавице, младшей, или старшей Анне. Анна к этому времени, ну, отправилась тоже на небеса вслед за матерью, но сын Пётр, Пётр Уллерих, как он, правда, назывался, был жив. И тогда, как вы помните, собрались верховники, члены Верховного Тайного Совета, которые уже уничтожили этого исполина Меньшикова, и решили пригласить на трон линию Милославских. Пригласить на трон дочь вот этого идиота царя Ивана, Анну, Анну Иоанновну. Вы понимаете, какая радость? Это была настоящая русская царица, дочь царя и боярни, русской боярни. Она будет последней русской царицей на русском троне. И вот сейчас Анна Иоанновна умирала. И, как я уже сказал, или не сказал, но должен сказать, умирала сознанием исполненного долга, потому что, в отличие от следующих, назовём, наших императриц, чьи сердца были огромные, потому что вмещали много прекрасных мужчин, её сердца, после того, как появился вот этот курлядец Берон, потомок конюха, но конюха, что значит конюха? Это был конюх герцога Курлянского, то есть дворянин, но всё равно конюх. И вот потомок конюха царил в её сердце, и больше там потом, после его появления, никого не было. Она любила. И вот сейчас она решила, она решила сделать его регентом, отлично понимая, что будет. Ну, что значит регентом? Регентом – прикол. Да! В это время она сумела продолжить линию царя Ивана. У неё была сестра, которая вышла замуж за герцога Макленбургского. Сестра обладала таким характером, что её нежно называли «дикая герцогиня», её все боялись. Но, как положено, видимо, герцог был очень добр, ну, так бывает у очень сварливых дам, то дитя, которое она родила, которое, конечно, назвали в честь императрицы Анна, при крещении Анны Леопольдовны, она была прелестно, очень тиха, как говорили, ну, знаете, в тихом омуте, вы помните, да, что происходит в тихом омуте. И Берон, поняв, ну, как и Меньшиков, у него сразу появилась та же идея – прикоснуться к трону. Он решил одного из своих сыновей женить на этой самой дочери умершей макленбургской принцессы, которая, как захотела Анна, должна была родить будущего русского императора. И чтобы никаких колебаний больше не было, произошло, ну, так скажем, необычное. Ладно? Значит, Анна Иоанновна предложила стране, и это произошло, принять присягу к будущему ребёнку Анны Леопольдовны. Ещё мужа не было, была просто Анна Леопольдовна, это было ей лет 14, я уже, ну, на выданье. Но страна присягнула. Ну, поляки, которые нас не любят, говорили так нехорошо, что русскому мужику поклясться, что ягодку съесть. Поэтому, нет-нет, приняли присягу вот этому неизвестному чаду, которое будет рождено, но был весь вопрос, от кого будет рождено. И Беронг делал всё, чтобы женить её на одном из своих сыновей, выдать её замуж. Но, понимаете, она же была всё-таки потомица Милославских, она была потомица вот этих царей, и она сделала всё, чтобы не выйти замуж за потомка Конюха. И вышла замуж за нелюбимого герцога Бруншвейского. Но герцога из великолепной семьи, родственника множества королевских домов был такой с льняными волосами, такой немножко похожий на девушку. Она его не любила. И очень скоро все узнали, что вообще-то она любила саксонского диплодата Ленара. Но мы ещё об этом поговорим. К этому строго отнеслась её тётка. Вот и родила. Родила. И в момент, когда наша Анна Иоанновна будет расставаться с нашей планетой и со своим двором, ему уже было 9 месяцев. И у Анны Иоанновны появилась простая мысль, подсказанная, как вы понимаете, ей Бероном, всемогущим Бероном, чтобы регентом, при этом девятимесячном младенце, императоре, который сейчас будет коронован императором, сейчас Анна Иоанновна закроет глаза, и он император. Был регентом Берон. И вы знаете, всё было сделано абсолютно законно. Берон устроил такое, скажем, ну, назвать опрос. Он устроил опрос. Были собраны русские вельможи, чтобы не было, вот знаете, вот этих разных икивоков, что это засилие немцев. И русские вельможи, там были не все русские, они единогласно постановили, что регентом при девятимесячном императоре будет Берон. таким образом Анна Леопольдовна была уже неизвестна кем его мать. Ну, просто дамой, которая кормила, обслуживала и так далее. Вместе с этим герцогом Браушвейским. Так что сейчас наступит этот миг, Анна Иоанновна закроет глаза, и вот в этот момент вошел как раз Миних, который от имени всех русских вельмож и объявил результат голосования, что Берона просят стать регентом. Вот этот Миних вошел, и Анна Иоанновна закрывая глаза сказала, прощай, фельдмаршал, обращаюсь почему-то к одному Миниху, а потом сказала, простите все, и ушла от нас. Как будто она поняла, как будет опасен вошедший в фельдмаршал для ее мечты. Так закончилось то серьезное правление, кровавое. И прусский посол написал всезнающему королю Фридриху, он любил эти сплетни, он написал, все уже отлично понимают, чем все кончится. При стольких лет деспотии девятимесячный ребенок император и всемогущий регент. Девятимесячный ребенок, вы знаете, всегда может быстро убереть. Не поняли, не поняла ни ушедшая в вечность Анна Иоанновна, не понял и вот этот, хотя обязан был понимать, посол при русском дворе. да нет, это был страшный подарок, который оставляла Анна Иоанновна своему возлюбленному. Понимаете, сейчас для гвардии, которая и была нашим главным парламентом, правда, с ружьями и с казармой, но настоящим, который сажал и убирал властителей, было как-то странно, уж не говоря о том народе, ну, который хоть как-то мыслил. Какой-то герцог Макленбургский, какая-то Анна с удивительным отчеством Леопольдовна, они почему-то здесь приехали вместе с младенцем императором. Берон Курляндец, потом их Конюха, почему-то тоже Регет. Дело в том, что ситуация изменилась кардинально, потому что есть великая история была, природная царица, что самое главное было для населения. Население же избрало первого Равадова только вот этого шестнадцатилетнего по одной причине, поблизости к династии, к природным царям. И вот здесь природная царица, а это не значит просто царица, а есть батюшка-царь и есть матушка-царица. она была. И Берон мог выделывать всё, что ему хочется, потому что над ними была она, природная царица русская. Сейчас её не стало, а остались вот эти непонятные существа какие-то. И Берон тоже ничего не понял. Он понимал впоследствии он скажет здесь надо править кнутом и топором, тогда все довольны. Но это не ему, это природному царю так можно править, а его нет, его только при природном царе. И он продолжал вести себя нагло, в скобках глупо. Он тут же начал свару с этой щитой герцогом и Анной Леопольдовной унижал их, требовал, чтобы броншвейстцы отчитывались перед ним, уже подумывал, как он завезёт из Галштини вот этого малолетнего, рождённого Анной дочерью Петра Ульриха. У него было много планов, но он немножко забыл, что гвардия, Аминьих помнил, он помнил все беды, которые принёс ему вот этот перрон. Он же должен был, действительно, у него был этот великий поход, у него он мог завоевать эти огромные области, он же целый план составил завоеваний, всё прервал этот перрон. и он начал разговоры с Анной Леопольдовной. Анна Леопольдовна, как и все в стране, очень боялась Берона, поэтому она всё помнила, поэтому как только пошло, что надо вот его, Анна Леопольдовна очень испугалась, но Мених начал уговаривать. И Аберон помогал, он унижал, более того, он обвинил её мужа, герцога Броншвейского, в том, что заговор, и действительно, видимо, тот что-то делал, потому что появился глава нашей спецслужбы, тайной канцелярии, Ушаков, бессменная глава, то есть все будут сейчас меняться, а Ушаков до смерти будет оставаться, потому что каждый занимавший трон властитель понимал, что вот у этого Ушакова нет ничего личного, одно служение, то есть сегодня он, это удивительный был человек, он был замечательный на Балахо-Маскерадах, он великолепно разговаривал с вельможами, он был их общий друг, каждый раз разговаривая, так прикидывая, как он будет вести себя на дыбе, и, вы знаете, удавалось, видимо, он всё-таки что-то доносил Берону, потому что Берон, который занял летний дворец, где умерла возлюбленная Анна Иоанновна, он приказал караулу стрелять сразу, если кто-то войдёт, попытается пройти во дворец, и он их не предупредит об этом. Значит, Миних это знал, но Миних был любимец гвардии, Миних был творец победоносного похода, действительно, это был удивительный человек, он был сразу великолепный инженер и великолепный полководец, но он был Петровского плана, инженер и Петровского плана полководец, то есть во время всех этих побед он уложил столько солдат, во время всех этих строек он уложил столько крепостных, он людей не жалел, он знал, что цель оправдывает все средства, что требует свершения, а какой ценой, это не важно в этой стране, но он хотел, чтобы всё было по закону, и поэтому уговорив Анну Леопольдовну, а уговаривал он её трудно, но был человек, который это сделал моментально, с которым она, конечно, прежде всего посоветовалась, этот человек был Андрей Астерман, я напомню вам, вы все отлично знаете, это блистательный дипломат, очень странный в русской дипломатической тогдашней службе человек, все послы знали, что он не берёт взяток, это очень усложняло деятельность послов, вот потом будет при Елизавете канцлер Бестужев, он, вот, например, деньги брал, но он брал благородно, то есть он брал только у тех, с кем мы были в союзе, он считал, что в конце к отцам за союз надо всё-таки ему платить, вот, а Астерман, вот он денег не брал, она с ним посоветовалась, Астерман тут же заболел на всякий случай, это был человек, который всегда, у него был ревматизм, когда что-то нависало, здесь ревматизм победил его, он там улёгся в дворце, но ей посоветовал, чтобы она поверила Миниху, и Миних явился в Зимний дворец и потребовал от Анны Леопольдовны, чтобы она прочла караулу обращение, которое написал Миних, та испугалась, но всё-таки она поняла, что, я всё говорю, она испугалась, она поняла, ей 22 года, вы понимаете, что это такое? Она из чужой страны, её сделали, вот сейчас она будет захватывать престол, повторяю, 22 года, у ней сторонников, это её любимая фрейлина, вот она, её Менгден, вот она, её главный сторонник, они всё время разговаривают с ней, у ней возлюбленный при этом принце браушвейском, вот этот знаменитый саксонский соблазнитель Ленар, о котором замечательно есть характеристика злая немножко Екатерины, но это фат, это фат, который всё время рассказывает о своих достижениях, знаете, достижения, у него 18 незаконных детей, поэтому, то есть, настоящий фат, при том, вот эта фрейлина, она готова ради неё на всё, она даже выйдет замуж за Ленара, чтобы он мог как-то более оправданно проводить время с нашей Анной Леопольдовной, а злой герцог напишет, что она так теряла голову, Анна Леопольдовна, что задевалась с ним любовью на балконе летнего дворца, но это всё потом, а сейчас в летнем дворце Берон и Мених показывает, как это надо делать. Они подходят к этому дворцу, в этот, во дворце караул преображенцев, а Мених кто? Подполковник преображенского полка, за ним идёт маленький отряд, там, по-моему, несколько десятков человек, но ведёт их уже чем ближе ко дворцу, не Мених, а ведёт его адъютант Манштейн, Мених ни при чём, Мених ждёт. Манштейн входит, преображенцы, но они привыкли, что это же адъютант Мениха, адъютант полка, или захотели показать, что они поверили, потому что все всё знали, и он идёт, а за ним идут солдаты, они входят в этот самый летний дворец и происходят, вот всё-таки как это можно всё делать, действительно, в родном искусстве, но это же фарс, они поднимают, во-первых, Манштейн не знает, где находится этот Берон, чёртов, это обдожество комдат, он плутает, наконец он находит и спальня оказывается незакрытая, он толкает и входит, они спят, спит Берон и его некрасивая уродливая супруга, которая ему дала в жёны покойница, они спят, Берон просыпается и видит вошедшего гвардейца, он всё понимает и пытается соскользнуть под кровать, он с другой стороны кровати и Манштейн начинает бежать в ту сторону, а тот соскальзывает под кровать, он его хватает, нежно прижимает к себе, они начинают драться, тот пытается вырваться, но вы понимаете, это под два метра Манштейн, входят наконец немножко запоздалые гвардейцы, которые получают то, чего так любят солдаты, то есть его избивают, этого Берона, вчерашнего властителя, перед которым дрожала целая страна прикладами, всовывает кляп в рот и выносят на улицу, где стоит вазок и швыряют его в этот вазок, туда же выбегает жена и она падает, плачет и они увозят его в крепость. Переворот закончен, быстро, все делается быстро, ну и дальше, ну как назвать, всякое благодеяние, назовем, должно быть наказано, часть вторая. Пиних становится военным министром, министром внутренних дел и министром иностранных дел, а Астерман ждет. Вы понимаете, в этой стране тогда болеть не следовало. Вы помните, вот Меньшиков заболел, пока болел, все изменилось во дворце, то есть он уже вернулся, лучше бы не возвращался, а умер. И Меньш тоже заболел, и когда вернулся, он узнал, что советы Астермана, которого он тоже ненавидел, исполнены. Он перестал быть министром иностранных дел, их стал Астерман, замечательный дипломат, и перестал быть министром внутренних дел, это был тоже, назначили, по-моему, Головкина, но на самом деле это был все тот же Астерман, а ему оставили только министра военного, ну, воспешенный Меньш, ну, который все сделал, который знал, что гвардия это он, что это 22-летнюю дуру, вообще гвардия вообще ни во что не ставит, этого с льняными волосами бруншвейца, тоже, ведь мини хотел быть генералиссимусом, вы понимаете, но не успел генералиссимусом стал принц бруншвейский, он поторопился, и когда Иосиф Виссарионович говорил, ну, что это вообще за ему предложили быть генералиссимусом, он говорил, Чан Кайши генералиссимус, Франко генералиссимус, он не знал, что жалкий принц бруншвейский, тоже генералиссимус, но его успокаивали, говорили о Суворов, и он стал, как вы знаете, вот, и Мених хотел стать, правда, не называли еще одного генералиссимуса, Меньшиков, тоже генералиссимус, Мених подает в отставку, он понимал, что они сейчас задрожат, потому что гвардия, это Мених, вы знаете, вот Астерман, вот он же умный, она же у него просила совета, ради того, чтобы схватить эти должности, он сказал, пусть уходит, и состоялось этот манифест о том, что он уходит, при том, принц болван написал, что уходит по причине болезни и старости, Мених будет еще потом 20 лет в ссылке и вернется, и еще будет руководить армией Петра III, маленьким отрядом, и Екатерина назначит его потом, уже, представляете, сейчас ему за 60 лишь около 60, а тогда ему будет за 80, и он будет руководить крепостями, он будет и Екатерина потом скажет о нем, когда он умрет, великую фразу, он не был твоим сыном России, он был одним из немногих твоих отцов, и они его отправляют, этого единственного человека, который связывает их с гвардией. так, свергнув Миниха на политическую сцену, впервые выходит Астерман, о, это был хитрейший часовой механизм, который тайно двигал стрелку русской политической жизнью, он участвовал в свержении Меньшикова, он участвовал в свержении Долгоруких и Голицына, и теперь он уничтожал Берона и Миниха, и вот впервые великий интриган решился, открыто вышел на аванс сцену власти, и все послы теперь справедливо считали его истинным правителем России, но ситуация во власти была сложнее, если не сказать глупее, правительница была слишком ленива и легкомысленно, чтобы править, и слишком властолюбива, чтобы передать всю власть опытному Астерману, так что он страдал, потому что время от времени она с любимой Камериской вмешивалась во власть неумело и вредно, и вот всю эту борьбу, как заметил русский историк, борьбу немца, вырывавшего друг у друга власть, как кружку пива внимательно наблюдала принцесса Елизавета. Вы понимаете, вот это была беда. На престол вступила добрая, милая девушка, которая очень любила читать модные романы, почему-то всё время ей это вменяют в какой-то большой недостаток. Да нет, она любила читать, как всё её поколение, то, что читало её поколение. Кроме того, она же выполнила, она распустила шутов. Вы помните, что её тётка создала, это был целый, назовём, институт шутов, целый этаж шутов, где были все виды уродства, которые почему-то невероятно забавляли, а та сказала, что это попрание человеческого достоинства, их надо всех распустить и наградить ещё. И это было сделано, и вы помните эту историю об этом ледяном дворце, о нашем принце Голицыне, князе, и этой уродливой Бужениновой, они были отпущены на волю, и я не знаю, был ли это действительно горячий роман, или это была благодарность князя за то, что в общем она его спасла, но он не выгнал её, нет, он продолжал с ней жить, вот с этой уродливой, странной полукарлицей, и она ещё успела ему родить детей, и она всё-таки не вынесла вот этого всего ужаса, который был, и очень скоро умрёт, а он женится, вы знаете, и у него будут дети, он умрёт, когда, тогда ему было уже за 80, он умрёт 90-летним, и он когда-то острил, очень забавно острил, к нему подошёл какой-то старый человек и говорит, что он решил жениться, но очень боится, что у него не будет детей, а тот ответил, нет, нет, вам надо бояться, если они у вас будут, вот у него, как ни странно, он женился, и всё время были снова дети, понимаете, уже за 80, а всё дети, ну, что он говорил по этому поводу, не осталось, понимаете, он уже не был при дворце, вот она их распустила, потом она с одобрением Миниха придумала, что с челобитнями, с просьбами трудящихся, так назовём, народа, очень плохо, без разберём-разберём, без выполнения этой замечательной формулы, все государственные учреждения у нас не работали, и она придумала, что если какое-то время жалоба или требования или заявления человека не разбираются, они могут обращаться прямо к ней, ну, вот после падения Миниха Астерман ей объяснил, что это делать не надо, что в России есть правило, есть, ну, она называется впоследствии красивой бюрократией, назовём приказные люди, министерские люди, как хотите, они, к сожалению, без подмазки не работают, поэтому нужно смазывать всё время, и поэтому не надо это, это не надо, и это она забыла, но у ней была, повторяю, беда, она была добра, вот у Наполеона есть замечательная фраза, она касается самодержавного правления, к демократическому она не имеет никакого отношения, но к самодержавному, деспотическому, прямое, он говорил, если мне говорят, что в какой-то стране очень добрый монарх, я тут же говорю, какое неудачное в этой стране правление, вот, это было неудачное у нас правление, потому что гвардия, в гвардию надо ездить, надо быть матушкой гвардии, а она, ну, во-первых, она их боялась, наверное, просто, она туда не ездила, и в гвардии решила всё деньгами, то есть, Астерман, он немец, он придумал, что надо платить за караулы, вот тем, кто будет в карауле во дворце, чтобы они, не дай бог, не сделали валикового переворота, платить им, платить, она не понимала, что не уважают, что гвардия требует другого, гвардия, повторюсь, требует матушки царицы, которая заботится, которая узнаёт, кто родил, кто родился, кто женился, кто и так далее, а она посмела ни разу не быть в гвардии, простите, я ошибся, в нашем парламенте с ружьями, вот так, она почему-то в нашем парламенте с ружьями быть не захотела. Кроме того, перестала работать наша тайная канцелярия, а в это время начало происходить опаснейшее. Дело в том, что, вы помните же, что я так долго рассказывал, что по завещанию Екатерины первой, матери Елизаветы и Анны, если Пётр Второй умирает бездетным, то должна на престол вступить была или Елизавета, или Анна, или их потомки. Это, как ещё раз скажу, было обойдено, и на престол вступила линия Ивана Анна Иоанновна. Благодаря Анне Иоанновне вот сейчас на престоле сидит Анна Леопольдовна, которая получила статус регенши при своём вот этим вот этом девятимесячном или уже десяти или одиннадцати уже месячном сыне. Она целиком в любви к Ленару и в любви к Малютке. У ней просто всё время несут доносы. Ушаков вот этот, который так замечательно пытает, он не без работы. Дело в том, что вот когда Берона свергли, первое, что сделал Ушаков, он решил, что сейчас будем пытать Берона, потому что все наши вельможи, которые вчера ну так славили этого самого Берона, который и Миних, который и пришёл с просьбой о том, чтобы он был регентом, вот сейчас его свергли. Ушаков тут же все вельможи собрались и присудили Берона к чему? Ну, как к чему? К смерти? За что? А оказывается, он, зная, что наша императрица больна, заставляла её скакать на лошади и охотиться. И вообще тут же оказалось столько прегрешений, что только смерть могла. Это единственная плата, которую требовали от Берона, и Миних добрый сказал, чтобы оставили и забыли эти глупости, а Берона сослали. Куда? Придумал Миних. Ну, он же инженер, он даже начертил дом, где будет помещён Берон. Это Пилым, это у чёрта в зубах там, где-то там в недрах Сибири. И вот там туда, отправили Берона, благодаря Миниху он не потерял голову. Вот сейчас эта ситуация, гвардия мрачна, всё время хватают людей за непочтительные разговоры о регенше, а время идёт, гвардия начала распускаться. И в этот момент зашевелились послы. Это посол Франции, красавец маркиз де Шетарди. Наше лакомство маркиз Шетарди, как называл его весьма любвеобильный Фридрих Великий. Ну, вы понимаете, посол – это было лицо страны, поэтому послам в России выделялись огромные деньги, это были деньги на подкуп окружения правящего, назовём, класса, и на статус въезд маркиза Шетарди, который произошёл при Анне Иоанновне, это картина. Сначала шли коммердинеры, потом шли секретари, потом шли повара в Францию, то есть, вы понимаете, что это полк поваров шёл, потом шли охрана, потом ехала золотая карета, потом ехала серебряная карета, маркиз въезжал в Петербург. И вот этот маркиз Шетарди, у него была проблема, дело в том, что благодаря Астерману мы были всё время в союзе с Австрией, но так было лучше, потому что у нас был как бы один враг, Турция, против Швеции и Франции немножко, а Франция в этот момент вела не очень, так скажем, удачные войны или, скажем, просто очень неудачные, ей позарез нужна была русская армия, поэтому варкиз понял ситуацию, он понял, что эти мекленбургцы это не на завтра, это на сегодня, и он уже знал, как называют красавицу Елизавету, это была действительно красавица, её называли Искрой Петровой, вы понимаете, перед нами дочь величайшего императора, она ходит всё время, правда, занята она в это время была, ну, как у нас же серьёзная историческая передача с вами, но всё равно, любовью, вы понимаете, любовь, всё время, и эти иностранцы, гады, они всё время знали, что эти фавориты прыгают из постели всё время прямо во власть, и поэтому надо всё время быть в курсе постели вот этой будущей явной претендентки, и они следили, а следить было трудно, потому что кровь матери, ну, я называю её кухарка, простите, Золушки, давайте её называть Золушки, кровь матери Золушки, она как-то делала круг любви очень широким, двор называл их подлыми, ну, то есть, это были иногда, вначале это были дворяне, Боже мой, это же был Иван Долгорукий, вот этот любимец Петра II, красавец, он тоже был её любовник, как её тогда честно называли при дворе Лиски, Лиска была, ну, она была обворожительна, это было что-то, это действительно была встреча наверное, Марса и Венеры, вот так, это была стать Афродитой, это были все ну, фигуры Афродиты, длинноногая, пышногрудая, как обожают в России, в общем-то, и во всём мире, как вы сделаете, рыжеволосая, с этими сверкающими глазами, она была сама радость, она была, ну, наверное, действительно восхищение, и действительно какой-то посланник при виде её упал в обморок, такой красоты, когда вошло это существо, красавица, ну, она боготворила отца, и поэтому все любовники у неё были огромные, огромные, один за другим, и они, повторяю, следили, и Шетарди с ней уже начал контакты, другой контакт с ней начал шведский посол, а в это время Россией была война со Швецией, потому что Швеция попыталась, ну, учитывая вот эту бесконечную смену правлений, они начали войну, чтобы отвоевать обратно всё, что завоевал наш великий император Пётр, и поэтому к ней приходил уже шведский посол, и предлагал ей усилить вот эти военные действия, чтобы армию выманить всю туда, на театр военных действий, здесь оставить гвардию и устроить переворот. Она хохотала, она ничего никому не обещала, она просто очаровательным женским смехом всё, было непонятно, она согласна в конце концов, или нет. Шитарди она тоже кокетничала, но ничего определённого он не знал. В это время Астерман начал доносить Анне Леопольдовне о том, что с нею, с Искрой Петровой вошли в контакт и шведский, и французский посол, и что через своего, её лейб-медика у них связи, лейб-медика липстока, у них связи, что вот этот листок, он есть связной. Ну, листок, как был человек, нуждавшийся в деньгах, блестящий хирург или неблестящий, считавшийся блестящий, ну, знаете, врач. Вот, считалось, что он агент всех держав сразу. Ну, вот, он как бы держал связь её с французским и шведским посольством. Понимаете, кто она была в это время? Да, наверное, вот, кто-то сказал о ней замечательно, вы запомните, что у неё был, к сожалению, он сказал, чисто женский ум, но кто-то очень точно прибавил. У ней был чисто женский ум, но его ума у неё было много. И она, конечно, делала вид, что она вообще занята только любовью, рода. Но вот это, если приглядеться, у ней была вот эта нижняя часть, такая, как бывает у волевых людей, от Петра шедшая вот это подбородок упрямый. И она, конечно, понимала, что она единственная. Она знала про завещание, она знала, что она законная русская царица. И при этом она, повторяю, там шёл хоровод этих возлюбленных, и вдруг он остановился. И все узнали иностранцы, что произошла какая-то невероятная, назовём её революция в постели этой красавицы. Появился, ну, его назвать сейчас законный единственный обладатель этой постели. Дело в том, что в тот из придворных путешествия по нашей Малороссии увидел казака Розума. Это был сын тоже казака Розума, певчий, с дивным, сумасшедшим, прекрасным голосом. При этом ещё к этому голосу, и здесь Екатерина Великая меня в дневниках поддержит, это был красавец, он был первый красавец, невиданный тогда, высок, великолепен, и его доставили в Петербург, и он запел в придворном хоре. Ну, понимаете, после Петра наши дамы научились быть, как кто-то написал, Щербатов, по-моему, свирепыми охотницами, поэтому появление этого красавца тут же началась охота, и первая, которая провела охоту успешно, пришла и сообщила, что она просто в изнеможении. Ну, услышав это, наша бесстрашная Елизавета согласилась вообще узнать, что это значит, чем закончилась, знаете, вот этот прусский посол, он обожал писать письма о русских принцессах своему, ну, так скажем, нетрадиционным увлечением великому королю Фридриху, который был, повторяю, нетрадиционен в своих увлечениях, поэтому вот эти все особые такие простодушные и такие ну, естественные вещи его дико смешили. И там он и описал, он описал, что то, что он узнал от медика Листока, что ночью этого Листока разбудили, вообще разбудили варварски, и он увидел прямо на своей кровати рядом красавицу Елизавету полураздетую листок, как положено галантному кавалеру из галантного века, тут же решил предпринять, но ему сказали, не про тебя печь топлена. И объяснили про кого. Оказывается, вот этот силач, этот, который вознеможение приводил других, сам вознеможение, ему стало плохо. Ну, понимаете, в русских селениях есть женщина, мы с вами знаем, вот, и несчастный Листок помчался спасать этого самого уже не Розума, а ему дали более красивую фамилию Алексея Разумовского. В это время он уже не пел, он потерял голос. Не один раз пришлось его спасать, потому что она была сильнее, так скажем. Его, я думаю, и в росте уже не уступало, великолепно было. И к ней подошли в летнем саду гвардейцы, преображенцы и сказали матушка когда? Она была, оказалась умна, сказала, что она просто их отрезала, но через некоторое время она стала навещать казармы преображенцев. Ну, что тут плохого, ведь отец, основатель полка навещает, но Ушаков знал вот этот самый что тут плохого, и доносы пошли, более того, Ленар, который в это время, вот этот любовник Анны Леопольдовны, который женился на любимой фрейлины, он уехал, уехал к своему саксонскому повелителю сообщить, что он переходит на русскую службу, как вовремя он уехал, и он письмо успел написать, что по его сведениям зреет заговор, после чего Астерман, я думаю, что он мог составить это письмо, принёс ей письмо этой несчастной Анне Леопольдовне, где говорилось, что заговор есть, что она навещает, что её агенты навещают послов, что ситуация опасна. В ответ Астерману было сказано, какой кружевной воротничок у императора младенца, какая рубашечка у него, но она поняла, что старичок вот этот Астерман, конечно, обижен и решила ему помочь. Она очень дружила с Елизаветой, они друг к другу исповедовались в любовных тайнах, вы понимаете, им было о чём поговорить, и поэтому она знала, ну что, ну так всё хорошо, ну почему ей, она вообще другим занята. Но они играли в карты с Елизаветой, когда она попросила, положила колоду, положила карты на стол и предложила ей поговорить. И она сказала ей всё, что ей написали. И вот они стоят. Вы представьте, стоит эта 22-летняя пухленькая, у неё ещё лицо было, как у девочки, эта девочка и стоит 32-летняя красавица, которая выше её, наверное, в два раза, это две Анны Леопольдовны. И эта красавица выслушивает и начинает рыдать на груди, ей даже пришлось сильно догнуться, Анны Леопольдовны. Она объясняет, что все хотят их поссорить, что это возмутительно. Ну и результат заплакала Иоанна Леопольдовна, и в слезах они обнялись, а Елизавета придя, вызвала листок и рассказала о ситуации. В это время посланец преображенцев сообщил, что Астерман придумал гвардию уводят на войну, её убирают из Петербурга, её уводят на войну со Швецией. Ноябрь месяц в том году, это конец ноября, это 24-25 ноября, злейшие, редчайшие морозы. И гвардия совсем не хочет отправляться на какую-то непонятную войну, когда так хорошо в казармах. И может быть значительно лучше вместо того, чтобы пойти на войну, убрать этих непонятных никому не нужных немцев, которые почему-то торчат в зимнем дворце. Услышав весь рассказ, листок берёт кусочек картона, по-моему, или на картах, но он делает два рисунка. На одном рисунке она на троне, а на другом рисунке она монахиня, а за ней стоят виселицы. участников. И он сказал, что надо выбирать. И она выбрала. Помолившись, и действительно, она даст этот обет, что если она станет императрицей, она не прольёт ни одной капли крови. Этот обет, который и запретит в стране смертную казнь, помещики не посмеют больше убивать своих крепостных. Ну, знаете, помещики смеялись, потому что, зачем же убивать крепостных. Есть кнут, и можно замечательно забить до смерти, что куда ужаснее, чем если его повесят просто. Но это Россия, здесь же дурные, ну, когда люди понимают, что закон неправильен, его не отменяют, его просто перестают исполнять. Ну, вот она дала эту кляту, одела керасу, и 25-го числа в ночь, на втором часу, она отправилась в преображенские казармы к гренадёрам, вот представляете эти гиганты, и она гигант тоже, и она обратилась к ним и сказала, готовы ли вы умереть за меня, как я готова умереть за вас. И помолившись, они поехали и с ней возлюбленный Разумовский, сподвижники Шуваловы, Воронцов, по-моему, даже и был учивший её танцем француз, ну, такая пёстрая компания людей, которые ещё никто, но буквально вот сейчас пройдёт несколько часов, и они всё. Ну, они шёл снег, ехали медленно, и вот этот её связь с полком преображенским осуществлял некто Грюнштейн, это был крещённый еврей, купец, который очень был неудачен в своих вот этих купеческих начинаниях, и поэтому приехал в страну, где можно было сделать карьеру, он слышал об этих сказочных карьерах в этой удивительной стране, и он держал связь, и он ей сообщил о том, что на следующее, надо было спешить, потому что буквально на следующий день уже гвардию должны были вывезти из Петербурга, и вот он тоже участвует во всём этом, он идёт вместе с этими преображенцами, но снег идут медленно, они начинают бояться, её просто поднимают и несут, её вносят в Зимний дворец, ну там охрана они ждали, поэтому она отнеслась с пониманием, ну какой-то безумный барабанщик попытался ударить в барабан, что вызвало, по-моему, панику у мужчин, но, по-моему, это она проколола барабан штыком, просто с саблей проколола барабан, и мужчины стали похрабрее, и всё стало очень хорошо, они поднялись в спальню, и всё было как с Бероном, только спали они раздельно, потому что после очередной ссоры её подруга Анна Леопольдовна спала одна, а тот в другой спальне, открылась дверь, и по одной версии она вошла и сказала историческую фразу «Пора вставать, сестрица!» Ну, а по другой, более скромной, она постеснялась всё-таки прийти вот к той на груди, которой плакали они, она, то та на её груди, и туда вошли сподвижники, шувалов и прочее. Но история любит красивые фразы, и это историческая фраза «Пора вставать, сестрица!» Иногда пишут, что «Сестрица, пора вставать!» Но сестрица встала, всё было удивительно покорно, сестрица попросила только не трогать её любимую фрейлину и ничего плохого не сделать младенцу, и ничего плохого не сделали, их просто отвезли сначала во дворец Елизаветы, а потом в крепость. В этот момент она по правде думала их отпустить. И поэтому они отправятся в Ригу для того, чтобы потом пересечь границу. Ну понимаете, это она думала, пока она была принцессой Елизаветы. А вот императрица Елизавета, у ней были совсем другие мысли, поэтому их задержали в Риге и отправили пока в имение Меньшикова, вот то самое, где он жил, ожидая уже арестованной. и оттуда их отправят как туда, в Холмогоры и никогда больше о ней этой заграницы не увидят, так же, как она не увидит вот этого своего ребёнка, о котором она так заботилась. А известно всем, что ребёнка Елизавета, но она ещё принцесса, она ещё добрая в этот момент, она просила только его не потревожить, но солдаты потревожили, и он невероятно увидев, дико закричал, заплакал, и Елизавета взяла его на руки, у неё не было своих детей, поэтому баюкала его с особой нежностью и якобы сказала вот эти легендарные слова о том, как он невинен, и как это ужасно, что у него будет другая судьба, сказала она, не сказала, но это была пятая смена правления за 15 лет, и что думало население, которое, вы знаете, уже привыкло, только что они присягали, выпустили уже монеты, успели с этим лицом этого владенца, понимаете, они так привыкли, что тех, за кого молились вчера, вдруг начинают немножко проклядать уже сегодня, поэтому Адок как-то, наверное, не было изумлено происходящим, во всяком случае, чтобы вы поняли, был фельдмаршал Ласси, шотландец, который вёл в это время успешную войну со Швецией и разбил шведов, когда его разбудили и сказали, что произошло, а произошёл не только переворот, ночью всё было сделано удивительно грамотно, пока они ехали к Зимнему дворцу арестовывать вот эту несчастную пару, были арестованы Миних, Астерман, вице-канцлер Головкин и так далее, были арестованы весь верх прошлого режима, кроме Ушакова, Ушакова, силового министра, назовём Бог, его оставили, и он останется, а тех всех сейчас приговорят, но это чуть позже, а сейчас проснулся Ласи и узнал, что его начальник Миних уже сидит в Шлиссельбургской крепости, которую, по-моему, он ремонтировал, и произошёл переворот, и его спросили, вот вы за какую власть? За кого вы? и он ответил, наверное, это был общий ответ, я за того, кто будет царствовать. ласковь, что вы? и вы? и